Друзья, тема сегодняшнего видео поддельные автозапчасти. Покажу, что сейчас продают, как отличить оригинал от подделки и как не попасть на ненужный ремонт авто. Поехали! Совсем недавно к нам приехала машина с проблемой подсоса воздуха. Причем этот подсос выраженно начался после того, как в каком-то автосервисе заменили вот такие вот уплотнители форсунок. Казалось бы, что тут может пойти не так. Но, как выяснилось, эти самые колечки были сделаны не по технологии и слишком эластичные. Отчего встают неплотно и постоянно вылезают из посадочных канавок. Запчасть копеечная, но вот кто бы знал, сколько возникает от нее проблем. Так, для понимания, из-за подсоса воздуха авто очень плохо запускается на холодную, также увеличивается расход топлива. И если эту проблему долго не устранять, то могут прогореть клапаны и поршни, что там почти произошло. А нужно-то было лишь купить нормальный уплотнитель. Кстати, наглядно видно, что подделка не только сильно мягче, но еще имеет поясок формовки. Ну а качественный уплотнитель практически бесшовный. Так что запомните это и не попадайте. Также, как я уже говорил, в настоящее время стало все очень грустно с моторными маслами. Ну, во-первых, из-за того, что прошлые пакеты присадок к нам уже не отправляют. Ну а еще довольно большая часть именитых брендов ушли с рынка. Остались, похоже, что только их поддельные клоны. И одну из таких канистры купил мой знакомый и чуть не попал на капремонт двигателя. Хорошо, что вовремя успел заметить горящую масленку. А сейчас давайте сравним настоящее масло с этой самой подделкой. Хорошо, что у меня осталась оригинальная канистра еще с той старой партии. Сейчас, наверное, такую же не найдешь. Так вот, я вам скажу, что визуально тут отличий практически нет. Однако подделка по QR-коду уже не пробивается. Вот и все отличия. Давайте так ради интереса проверим эту подделку на машинке трения. Что-то, мне кажется, показатель будет прям мощный. Да и правда, мотор клинит уже на 2 килограммах. Причем это совершенно новое масло. Про отработку я вообще молчу. Кстати, по поводу моторных масел. Что-то мне кажется, что предыдущие тесты придется аннулировать. По той причине, что новые масла, наверное, будут делать уже с другим составом. Ну, то есть, на основе китайских присадок. И поэтому все тесты придется проводить заново. Если вам интересно это, то напишите в комментариях, стоит это делать или нет. У меня, кстати, на Тигуане уже подошла замена масла. Если помните, наливали мы туда портнамбер. Это, пожалуй, было самое лучшее масло по нашим тестам. Ну, по крайней мере, по трению точно. И отзыв по нему я записывал еще летом, когда уже так немного поездил. Прошел на нем 3000 километров. И что реально заметил, это мотор на холодную начал работать гораздо тише. Такое ощущение, как будто запускаешь уже теплый двигатель. Я считаю, что это связано не только с высокими смазывающими свойствами, но еще и с качеством базы. То есть, она максимально стабильная, как мы заметили. И, соответственно, на холодную такое масло не густеет. А еще, что очень важное я заметил, это температура масла перестала подниматься выше 100 градусов во время движения. Обычно она стабильно держалась 105-108 градусов, а с этим маслом стало 96-98. Вот так вот. Это, опять же, говорит об очень высоком качестве базового масла. То есть, оно очень хорошо циркулирует по системе, не вспенивается и, соответственно, хорошо забирает и отдает тепло. Отчего общая температура масла примерно подходит к температуре охлаждающей жидкости, что и должно быть. Ну, а еще мне хотелось бы проверить, какие смазывающие свойства у этого масла сейчас. Для этого, опять же, возьмем нашу откачку масла и сольем с двигателя небольшой стаканчик. Напоминаю, что пробег у данной отработки на данный момент 3000 километров. И давайте посмотрим, что покажет машинка трения. 11 килограмм. Даже новые масла и единицы, какие доходили до этого показателя. И то, мне кажется, вот это вот снижение произошло из-за того, что масло смешалось с моим старым. Ведь я не делал никакую промывку. Да и вообще, я недавно узнал, что многие автогонщики перешли на Портнамбер. Ну, а нагрузки там, сами понимаете, просто сумасшедшие. При этом масло все вывозит. Это уже говорит о многом. Кстати, Аркадий Цареграцев откатал целый сезон на масле Портнамбер. Я даже больше вам скажу. Он стал победителем чемпионата. Кому интересно, это все в подробностях есть на канале Evolution Blading. Ссылка также будет под видео. Обязательно подпишитесь. Там много всего полезного. Поэтому я с чистой совестью советую по-настоящему качественный продукт, который испытал уже лично. К тому же, через своих ребят я сделал промокод на скидку 10%. Поэтому пользуйтесь. Оставлю его в описании под видео. Вот такие вот были изменения по сравнению с дилерским маслом. Еще, что я заметил уже позднее, это немного снизился расход топлива. Это, я думаю, произошло по причине снижения трения в двигателе и из-за стабильной вязкости. Поэтому следующее масло я взял, опять же, Портнамбер. Только еще круче. Ну, скажем так, самую топовую серию. И как утверждает производитель, аналогов такого масла просто не существует. Так что давайте сейчас его проверим. Субтитры сделал DimaTorzok Вы не поверите, но машинку с этим маслом я так и не смог остановить. Это у нас впервые. Все-таки масляная пленка от Power STRF Zinco получается очень прочная. В общем, с этим маслом еще продолжим эксперименты и зальем его в двигатель. В целом, это именно тот вариант масла, на которое нет сейчас никакой подделки. К тому же, вы 100% подберете его правильно, что очень важно. Ведь лучше заливать просто качественное масло, чем на нем экономить и потом чинить двигатель. Помимо масла, довольно важное значение имеют фильтры. Вот посмотрите, что не так давно нам привез один клиент. Тут даже невооруженным глазом видно, что это левак. И самое удивительное, что когда мы ему показали, что это подделка, он все равно такой посмотрел, сказал, ну, я же его уже купил, что делать? Давайте ставить. Меня вообще поражает пофигизм таких водителей. То же самое относится и к моторным маслам. Вот знаю человека, который 100% в курсе, что держит в руках подделку, но все равно ее заливает мотор. По той причине, что деньги-то уже потрачены. Что делать? Придется заливать. А то, что потом загнется двигатель и придется потратить еще гораздо больше, это уже как-то не важно. А вдруг повезет? Поддельный фильтр мы, конечно же, не стали ставить. Лучше давайте его распилим и посмотрим, что там внутри. Такого, если честно, я еще никогда не видел. Это что вообще? Фильтрующий элемент? Да ладно. И вот какая тут еще имитация клапана сделана. То есть масло с ним вообще не фильтруется, а просто ходит по кругу. Вот именно от таких запчастей у нас все беды с авто. Ну, это ладно. Себе я тоже заказал оригинальный фильтр на Тигуан. Как выяснилось, тоже подделку. Как я это узнал? Да очень легко. Позвонил Витя с канала Накаченные Колеса, и он сразу это определил. Ведь Витя как раз таки занимается выявлением контрафакта. У него, кстати, есть свой интернет-магазин, и для сравнения он выслал мне оригинальные расходники. Тут даже наклеечки есть, проверено авто ДНК. То есть подделку они сразу отсекают, и как говорит Витя, ее стало прям очень много, даже в именитых интернет-магазинах. Так вот, смотрите, на моем фильтре должен быть синтетический фильтрующий элемент, который задерживает все даже мелкие абразивные частички. А на подделке сделана какая-то дешевая недобумага. Если же оценивать визуально, то четко видно, что отличается сам фильтрующий элемент. Помимо этого, на оригинале надписи сделаны как будто под лаком, и вообще не ощущаются. А вот на подделке они выбиты поверху и цепляются ногтем. Да и вообще многие подделки покрашены с пылью, что хорошо видно. У оригиналов такого нет. Давайте его тоже распилим и посмотрим более детально. И вот опять наглядно видно, что такое поддельные запчасти. И о каком тут ресурсе двигателя может идти речь. А самый прикол в том, что мой фильтр, который был установлен у официалов, тоже поддельный. Как такое вообще возможно? Похоже, что они тоже заказывают не там, где надо. Мне прям даже интересно стало, какое они там масло заливают. Маздовский Витя мне тоже отправил. И он, я вам скажу, совершенно другой внутри. Вот как должны выглядеть оригинальные запчасти. И это относится вообще ко всему. Сейчас еще ради интереса сравним подделку и оригинал довольно популярного мановского фильтра. Опять же, отличается сам фильтрующий элемент. На оригинале видим, что он более толстый. А еще, наверное, самое интересное, это надписи, которые видны под ультрафиолетом. На подделке такого нет. Однако, Витя говорит, что уже и эту надпись начали подделывать. Как-то так. В общем, сейчас я знаю, где нужно заказывать все масла и расходники. И уже точно буду знать, что все проверено. Тем более, у них есть доставка по всей России. И если вдруг возникают вопросы, то можно их задать в чате телеграмма. Так что обязательно расскажите об этом всем своим друзьям-автомобилистам. Пускай они тоже знают такую информацию. Если что, все ссылки оставлю в описании под видео. Перейдите и посмотрите все сами. Если вдруг кто-то считает, что я кому-то что-то навязываю, то ни в коем случае. Ваше авто, ваши правила. Можете хоть подсолнечное масло в него наливать. Ну, если вам так хочется себя проявить. Я лишь показываю то, с чем работаю сам. С какими проблемами сталкиваюсь. И как их, собственно, решаю. В общем, сейчас вы просто знаете несколько вариантов, как отличить подделку. И где можно купить нормальное масло и запчасти. Ну, а пользоваться этим или нет, решать уже вам. Ну, а на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok